Постковидный синдром. По словам медиков, из 30 человек в очереди на прием 6, а то и более точно переболевшие ковид-19. Память ухудшилась, сон нарушился, начало скакать давление. Причем жалуются молодые люди от 22 лет. Это теперь новое для нас, и мы должны понимать, что это надолго к нам, и мы должны с этим, в первую очередь, идут обращения к нам, мы должны понимать, четко по полочкам разложить, чтобы людям доступно объяснять. Пока с каждым пациентом врачи работают индивидуально, но надеются, что появится единый алгоритм действий. К слову, ковидный год наложил отпечаток на всю неврологическую службу региона. Как во всех службах имеется, конечно, увеличение смертности, но это связано с тем, что люди с инсультом, как с тяжелым уже изначально заболеванием, заболевали дополнительно и ковид-19, и попадали в ковидные госпитали. Проблема еще и в нехватке специалистов. Врачей не хватает в Бийске и Славгородском районе. Правда, последний недавно получил так необходимого невролога, но свободных мест, по словам Сергея Федянина, достаточно, в том числе и в других больницах и поликлиниках края. Если неврологи окончат ординатуру, в этом году уже мы готовы их принять в самые различные отделения. Из плюсов сегодня отметили запуск в работу нового компьютерного томографа Валейской ЦРБ и открытие в Камни-Наби первичного сосудистого отделения. Теперь и здесь врачи-реабилитологи помогают быстрее восстановиться после инсульта. Нет необходимости ехать в краевой центр. Ну а на повестке дня обсуждение лечения постковидного синдрома, в том числе со специалистами Питера и Москвы, которые тоже сегодня в Барнауле. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Татьяна Голубева, Алексей Федянин.